Тебя кто-то вообще смотрит, говорит, представляете? Ну что, блогер, привет! Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет домашний вот такой вот супчик, перловый, с мясом. Вот так вот он выглядит. Я никогда не снимала подобное видео на своем канале, и, если честно, и не хотела. Я подумала, что супчик это не совсем формат моего канала, но потом мама меня уговорила буквально. Посыпаем укропчиком, так будет вкуснее, и начинаем кушать. Правда, порция не очень большая, но... Рецепт этого супчика будет в инфобоксе. Переходите на мой кулинарный канал iCook и смотрите рецепт. Кусочки мяса, они хорошенько проварились. И прям тают во рту. Я люблю вот, когда мясо очень хорошо проварилось. Вчера я была у Фати. Мы с Фати снимали видео, которое вам очень понравилось, которое уже на канале предновогодний стол второй. Еще будет третий предновогодний стол. Я прям по комментариям поняла, что вы соскучились по нашим совместным видео. Одно время у нас подряд были совместные видео. И даже мы задумывались создать один общий канал. Но потом мы не стали это делать, потому что времени не было так много, понимаете. Если есть один общий канал, надо еще снимать туда. Надо еще снимать на свой канал. Это все время. Очень вкусно. Но несмотря на это, Фатя создала канал на английском языке. АСМР. Хотя нет, это не АСМР канал. Это будет лайфстайл канал, где будет также и видео про еду. Ну, этот канал будет на английском языке. Я тоже хочу как-нибудь в одном видео поучаствовать. Заодно вы проверите мое знание английского, как я говорю. Конечно же, на русском я говорю лучше. Намного лучше. Вообще есть такие моменты еще. Вот на английском языке все-таки у них юмор другой. Кошка перебежала улицу. Не знаю, вот эти шутки, которые мы шутим на русскоязычном канале, они не прокатят там. Вот. Поэтому такие моменты тоже есть. Здесь у меня капуста. Как-то я снимала мукбанг, я даже не сказала, что это. В комментариях девчонки спрашивали, что это Айка. Это капуста. Маринованная капуста. Обожаю просто. Мои соседи играют в футбол. Постоянно. Когда я снимаю видео или когда мне нужно сосредоточиться, они начинают играть в футбол. Вчера просто так прикольно провели время с Фадией. Зимой я очень люблю сидеть дома. Сидеть дома, украшать елку. Вот просто дома сели с подругой. Посидели, посплетничали. Попили чаечек. Вот для меня это идеальный отдых. Я все-таки, наверное, больше домосед. Пойти, не знаю, устроить какой-то пикник. У меня двойерный брат один раз позвал меня на пикник. Я ничего не говорю. Люди разные, все вкусы разные. Мы взяли самовар. Взяли воду, взяли дрова, потом подушки, потом плед. И, короче, столько всего нужно было тащить до машины. Потом нужно было тащить на эту местность, где у нас будет пикник. Конечно, это делал двойерный брат, но все же. Пока все это приготовишь. Пока шашлычок. Туда-сюда. Я так устала. Я не понимаю отдыха, где ты прям напрягаешься, что ты делаешь. Я не люблю такое. Для меня было бы проще взять это мясо, просто как-то вкусно пожарить. посидеть дома, покушать, посмотреть какой-то сериальчик в YouTube. Ну, или что-то такое, да? То есть вкусы разные, но для меня вот именно такой отдых немножечко не доходит. Я после этого пикника пришла домой и легла спать. Просто настолько была устала. И как-то не получила, честно, вообще кайф от этого отдыха. Или же иногда смотрю девчонок, одногруппниц моих. Каждый день они в каком-то ресторане, в каком-то новом ресторане с подругами. То тут, то там. Нет, я, конечно, восхищаюсь ими. Они молодцы, что такие активные, не знаю, активное времяпровождение и так далее. Мне просто, наверное, нету на это ни времени, ни сил. Ну, если честно, и желания особого нету. Вот реально, серьезно говорю вам. Для меня неинтересно. Вот вчера с Фатей мы провели время. Я где-то пришла, наверное, в два, полтретьего и ушла, наверное, где-то в девять. И за этот промежуток времени я прям реально душой отдохнула. Мы посидели там, видео поснимали, потом просто поболтали, потом я посидела, помонтировала. И вы знаете, настолько круто, когда у тебя подруга блогер. Я сначала подумала, вот надо быстрее домой, потому что, может, надо выложить новое видео. В тот день у меня видео не было. Это было буквально вчера. А потом я думаю, зачем мне идти домой, если у меня подруга тоже блогер и у нее есть та же программа монтажа. Пока мы там чай туда-сюда, Патя организовывала. Я быстренько смонтировала. И плюс еще это видео, знаете, такое безляпов получилось, удачное. Там вырезать особо нечего было. Вкусняши. Супчик обалденный. А мясо какое? Я люблю именно супы с мясом. Я совсем забыла. Здесь же у меня маринованные помидорчики. Сейчас тоже будем пробовать. Совсем забыла. Заболдалась. Я попросила вас задать интересный вопрос в моем инстаграме. Вот интересный вопрос. Твой канал с самого начала назывался Айка Эмиль или ты потом переименовала. Я видела одну девочку, которая тоже снимает мукбанки и, можно сказать, каждые, наверное, три месяца она меняет название канала. То есть, не то, чтобы это глупо и тупо, нет. Ну, как-то это странно, если честно, по крайней мере, для меня. Я не знаю, я это рассказывала или нет. Если я рассказывала, слушайте еще раз. В общем, у меня было два варианта. Изначально первый я хотела назвать канал Араза. Сумян Зе. Араза. Это аббревиатура из моей фамилии, так получается. Я даже так назвала канал, но я в тот момент еще не выкладывала видео. Потом я как-то посоветовалась со своим братом. Он мне сказал, что это как-то тут два раза. Назови как-то так, чтобы было имя и типа фамилия. Я знала, что имя это будет Айка, а вот что касается фамилии, я думала. Брать свою фамилию я не хотела, потому что я училась в универе, и я боялась, что все будут надо мной стебаться. Один раз я открывала канал, я его назвала просто имя моя и фамилия. Девчонки, мальчишки, когда видели, что я что-то снимаю, они сразу просто в ютубе вывели мое имя и фамилию, нашли мой канал и как-то издевались надо мной. Сейчас мне как-то все равно, если честно. Издеваются, не издеваются, мне как-то параллельно. даже вот недавно в кино встретила свою одноклассницу. Вы знаете, как она ко мне обратилась? Ну что, блогер, привет! Я не понимаю, вот как можно, ну что, блогер, привет? Вроде когда в школе учились, у меня к ней никаких претензий, она ко мне как-то не очень, если честно, мы никогда не общались с ней. Во-первых, не я к ней подошла, она прискакала ко мне в парк-бульваре. И вот это вот, ну что, блогер, вот ты ерундой, говорит, занимаешься. Тебя кто-то вообще смотрит, говорит, представляете? Я говорю, конечно, меня смотрят, я говорю, я думала, вот ты, говорю, прискакала, я думала, ты сфотографироваться со мной пришла. Ты мне зачем подходить к человеку, чтобы сказать какой-то негатив. Я вот раньше думала, что люди, которые пишут что-то плохое мне в комментариях, это люди, которые, например, в лицо мне бы это не сказали. На самом деле, есть такие люди, которым все равно, просто у них вот негатив и все. Ой, ты ешь на камеру, что это? Что-то по умнее не могла придумать, мне говорит, представляете? Как я даже зазлилась. Я говорю, ты просто очень усталая, ты не знаешь, что в Америке, в Европе, то есть это очень актуальная тематика видео, мукбанки, это очень интересно и все смотрят такие видео. Просто я говорю, если ты отстала от жизни, то есть это не мои проблемы. То есть человек нарывается на грубость. Вот мы с ней так, знаете, неблагоприятно поговорили и после этого у меня весь вечер было ужасное настроение, я была с подругой и для нее как-то немножко удивительно было, что к чему такие грубости, да, вот вы что в классе, говорит, настолько были недружными, настолько ненавидели друг друга. В том и дело, что нет, когда мы учились в школе, все было замечательно, все было нормально. Почему человек с таким негативом, с такой вот агрессией ко мне подходит и говорит, эй, блогер, ну что, как ты? Вот с таким, знаете, сарказмом. А то у тебя, молодец, ты видео снимаешь или так далее. Или вообще не затрагивай эту тему, или вообще не подходи ко мне. А вот с таким вот издевкой, честно вообще, фу, просто фу. всегда в такие моменты я потом себя ругаю, почему я не ответила, вот почему я так не сказала, всяк не сказала. А потом что-то одна девочка в комментариях мне написала, да не ругай по себе, говорит, все ведут себя по мере своей воспитательности. Маринованные помидорчики вообще супер. Сейчас я вам рассказала про эту ситуацию, мне прям с рада настроения хуже стало. Это где-то недели две назад было, до еще моего дня рождения. Я даже не хотела вам рассказывать. Потому что в любом случае, если я вам это расскажу, это останется в архиве моих видео. Потому что реальная ситуация немножко меня задела. Ужас вообще. Чокунтай. В общем, как-то так. ты так не ответил на вопрос. Айка Эмили, это было второе название моего канала, но первое название моего канала никто никогда не видел, потому что я переименовала свой канал до того, как загрузить первое свое видео. То есть, у меня было ноль подписчиков. И с тех пор я не меняла, менять не собираюсь. Настолько мне родное. Сейчас я не представляю свой канал с каким-либо другим названием. все мои знакомые записывают меня в телефоне как Айка Эмили. Даже Фатя. А Фатя у меня записана как Аск Фатима. В общем, как-то так. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас эта мелочь для меня безумно приятна. Обязательно заходите в инфобокс и смотрите рецепт перлового супа, потому что он реально обалденный просто. А на этом все. Всем пока!